Доброе утро, глубоко уважаемые организаторы конференции, глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги. Вчера был проведен совершенно блестящий продуктивный день, и хотелось бы, чтобы вот на такой ноте мы продолжили сегодня. Наш отдел, отдел терапии, химиотерапии и хирургическое отделение, которое возглавляет Алексей Михайлович, связывает долгие-долгие годы плодотворной работы. Так получилось, что мой руководитель, а он же и основоположник отечественной школы химиотерапии, Михайлович Гишноч, в сентябре также отпраздновал свое 90-летие. И ведь все ведь не случайно. 50 лет назад он пришел в институт, когда не существовало отделение химиотерапии, но уже было отделение опухолей желудочно-кишечного тракта. И его докторская также была посвящена терапии по случаям ректальных осложнений. Не переключается. Попробуйте вручную переключить. И Михаила Ильича Гишиновича связывали долгие годы работы с Серюриком Александровичем Мельниковым, который в своих работах большое значение уделял современным принципам хирургического и комбинированного лечения рака прямой кишки. Посмотрите, это был 1973 год. И эти принципы оставились важными и по сей день. Мы много говорили и будем говорить о современных стандартах лечения и диагностики рака прямой кишки. И самое важное, безусловно, основные подходы, которые мы должны придерживать в своей работе. Безусловно, это мультидисциплинарный подход, современные хирургические манипуляции, МРТ-стодирование, патоморфологическая оценка качества хирургического лечения, предоперационная химия-лучевая терапия, индивидуализация лечения и качество жизни. Мультидисциплинарный подход складывается от слаженной работы, безусловно, хирурга, патолога, врача лучевой диагностики, радиолога, химиотерапевта и реабилитолога. Именно от их слаженной работы, от их профессионализма зависит будущее и жизнь самого пациента. Может ли химиотерапия помочь хирургу в лечении рака прямой кишки? Безусловно, да. Но где доказательства? Свою доказательную базу я хочу построить на тех больших химиотерапевтических конгрессах, которые прошли в этом году. Это конференция АСКО и конференция ЭСМО. На конференции АСКО, которая подвела 50 лет не только своего существования, было отмечено, что прошло уже вот уже более 50 лет, а по-прежнему 5 фторурацил – это основа лекарственного лечения рака прямой кишки. Золотой стандарт, очень удобный как для внутривенного, так и для есть эквивалента и для приема внутрь. Этот препарат с предсказуемой токсичностью, кроме того, он еще и радиосенсибилизатор. И опять-таки очень приятно отметить, что еще в 60-е и 70-е годы именно комбинированной химии лучевой и комбинированному лечению, включающему как оперативное лечение, так и химиотерапевтическое лечение на основе 5 фторурацила, уделялось большое внимание. За последние 50 лет, безусловно, мы наблюдаем, мы свидетели эволюции бурного прогресса лекарственного лечения рака прямой кишки. Посмотрите, но по-прежнему 5 фторурацил – безусловно, основной комбинаторный партнер всех современных схем лекарственного лечения рака прямой кишки. И, безусловно, посмотрите, мы видим, какой прогресс как в лечении диссеминированных метастатических форм, так и местно распространенного рака прямой кишки. Но может ли химиотерапия помочь хирурговодивантным лечению рака прямой кишки? Где доказательства? И хотела бы отметить, что пока опухоль стала клинически значимой, и мы можем ее диагностировать всеми доступными методами, в ряде случаев, проходит до 8 лет. И на этом слайде, он достаточно всем привычен, но очень красно показано, что опухоль более 2 мм потенциально может иметь отдаленные метастазы. Вот почему так велика роль адювантного лекарственного лечения многих локализаций. Сама база адювантного лечения рака прямой кишки на основе 5-фтурацила базируется на 9 больших исследований. Позвольте остановиться на одном, точнее на нескольких из них, внесших важные вехи в развитии адювантного лечения рака прямой кишки. Прежде всего, это большой метаанализ. Этот метаанализ, по сути, называют в эру до неадювантного лечения рака прямой кишки. В него вошло 21 исследование, практически 10 тысяч больных. И посмотрите, пожалуйста, добавление адювантного лечения к хирургическому снижает риск рецидива на 25%. А добавление адювантной терапии, проведение адювантной терапии после основного этапа также отражается на важных показателях общей выживаемости, снижая риск смерти больного на 17%. Другое достаточно большое крупное исследование. Это исследование американской группы исследователей. Обратите внимание, так же, как велико значение адювантного лечения рака прямой кишки. Более 50% больных переживают 5-летний рубеж. Более того, независимо проводилось ли, а в этом исследовании уже больным проводилось, как неадювантное, так и... Все, заработает. А в этом исследовании больным проводилась как неадювантная лучевая, так и химия-лучевая терапия. Опять-таки, отмечается значимое увеличение показателей как общей, так и безрецидивной выживаемости. Безусловно, неоспорима роль адювантного лечения в тактике выбора для данной категории больных. А можно вручную вы будете нажимать? Следующий слайд, пожалуйста. И очень важные вехи, определившие, можно ли обойтись в адювантном режиме только одним 5-фторуроцилом с биологическим модификатором ликаварином. Либо нужны двухкомпонентные схемы. Было проведено и одоложено в 2014 году исследование, в котором показало, что добавление к режиму МИО оксали-платину, следующий слайд, снижает риск рецидива на 36%. Следующий слайд. А риск смерти, обратите внимание, на 54%. Как велика руль, казалось бы, простого оксали-платина в режиме фол-фокс? Следующий слайд. Следующий слайд. Далее вопрос. Может ли химиотерапия каким-то образом повлиять на улучшение результатов общей безрецидивной выживаемости? Ведь отмечено, что полный патоморфологический ответ является суррогатным маркером увеличения выживаемости данной категории больных. Брюс Минский в 2013 году отметил, что химия-лучевая терапия стандарт лечения больных местно распространенным раком молочной железы при размерах опухоли Т3 и при любых размерах опухоли, но при наличии лимфатических узлов. Следующий слайд. Но когда же проводить терапию, химио-лучевую терапию в одеванте или в неодеванте? Обратите внимание на результаты немецкого исследования, которые сравнили частоту возникновения рецидива в зависимости, когда дооперационный период или в послеоперационный период проводится химио-лучевая терапия. Если эта химио-лучевая терапия проводится в послеоперационный период, частота рецидивов, а это 10-летний период наблюдения составляет 10%, если же она проводится в предоперационный период, показатели ее меньше – 7,1%. Однако это никак не отразилось на результатах показателей выживаемости. Авторы делают выводы. Нужна более эффективная, более мощная, неодевантная предоперационная терапия. Следующий слайд. Но как же можно сузить ту категорию больных? Мы ведь знаем, и в нашей практике мы видим больных, которые в ряде случаев не отвечают на химио-лучевое лечение. Как можно определить критерии, кому наиболее эффективен данный подход? Представлены три группы больных. И обратите внимание, в группе наименьшего риска можно обойтись только хирургическим лечением. А как только затронута мезоректальная фасция, соответственно, безусловно, нужен мощный подход, включающий как химиотерапию, так и лучевую терапию. Следующий слайд. Я уже упоминала, что именно полный ответ, а именно полный патоморфологический ответ является важным маркером увеличения показателей выживаемости больных. И на данном слайде представлены все исследования, подведенные к настоящему моменту. И было показано, что режимы на основе оксалиплотина, это режимы КАПОКС, хорошо известные в вашей практике, по сравнению с просто режимами на основе 5-фтурацилов в комбинации с лучевой терапией, именно двухкомпонентные режимы статистически достоверно в ряде случаев увеличивают показатели полного ответа, полного патоморфологического ответа. Следующий слайд. Для примера приведу одно из исследований, дизайн исследования, как больных подвергали лечению. На предоперационном периоде больным проводилось вне лучевой терапии. Это в порядке более месяца. Больным проводилась химиотерапия. Обычно капицитабин вне лучевой терапии по одной таблетке два раза в день в комбинации с лучевой терапией. Далее проходило от 4 до 12 недель, в данном случае 8 недель. А вчера профессор правосудов отмечал, чем дольше период до проведения хирургического лечения, тем более полный выраженный ответ мы можем получить. После проведения химио-лучевого терапии при достижении ответа больные подвергались тотальной мезоректомектомии. Далее было две контрольные группы. В одной контрольной группе больные просто получали режимы на основе 5-фторурацила. В другой контрольной группе больные получали химиотерапию по схеме КАПОКС. И опять-таки в той категории больных, где отмечалось лечение двухкомпонентное, было отмечено значимое увеличение показателей безрецидивной выживаемости. Но у нас, к сожалению, пока нет достоверных тех методов лучевой диагностики, которые позволяют на предоперационном периоде с полной достоверностью утверждать о достижении полного патоморфологического ответа. Очень интересное исследование, которое буквально взбудоражило в данном году исследователей, особенно Американского общества онкологов, которые после этого именно исследования уже опубликовали рекомендации аж на 2015 год. Обратите внимание, очень интересный дизайн. Неодевантно проводится 4 цикла химиотерапии по схеме КАПОКС. Затем проводится химио-лучевая терапия по стандартной методике. При достижении эффекта стандартное, оптимальное хирургическое лечение, тотальная мезоректомоктомия. Затем одевантно продолжается химиотерапия либо по схеме КАПОКС, либо второй рукав, только монотерапия. И что же мы получили в результате? Хотелось бы отметить, что те больные, которые входили в это исследование, относились к крайне неблагоприятной группе. И вот на этом слайде, посвященном общей характеристике больных, мы видим, что у большинства пациентов это был местно распространенный процесс, с инвазией, лимфофаскулярной инвазией. И, кроме того, большей частью был риск, что была затронута мезоректальная фасция. И что же мы получили? На этапе четырех циклов неодевантной химиотерапии по схеме КАПОКС у практически 63% больных был достигнут объективный ответ. Дальше мы этих пациентов лечим. Посмотрите. И после проведения, добавочного проведения химио-лучевой терапии, мы опять получаем у этой категории больных 80%. Из них 8% объективного ответа. Посмотрите, какие колоссальные цифры. И это также отразилось и на увеличении достаточно высоком показателе полного патоморфоза. И снижение стадии было отмечено практически у большинства пациентов с местно распространенным выраженным процессом рака прямой кишки. И что важно? Почему именно этот режим предполагается быть новой опцией в лечении местно распространенного рака молочной железы? Посмотрите, у больных со снижением стадии, то есть в результате такого массированного неодевантного химиотерапевтического и химио-лучевого лечения мы видим достоверное снижение как показателей безрецидивной выживаемости, так и показателей общей выживаемости. Причем важно, что 5-летняя безрецидивная выживаемость в группе высокого риска составила 70%, и общая выживаемость также высока для данной категории больных. И уже, вот я почему говорю, когда я зашла, я удивилась, в 2015 год предлагается новая опция для лечения больных местно распространенным раком молочной железы. 4 режима на основе оксалиплатина, фолфокс или капокс. Далее, комбинация лучетандартных методик лучевой терапии с капицитабином, при достижении ответа тотальная мезоректомоктомия и затем в адювантном режиме 4 цикла химиотерапии, аналогично той схеме, которую проводили ранее. Все время, которое должна занимать лекарственное лечение, составляет 6 месяцев. 6 месяцев. Безусловно, также оговаривается опция без вот этого дополнительного введения 4 циклов капокс или фолфокс. Но, конечно, мы не стоим на месте, мы думаем. И все-таки тактика, которая широко используется в нашем институте и в многих клиниках нашей страны, чаще всего мы проводим к этому исследованию, о котором я говорила, оно будет дальше. В этом исследовании также рассматривается возможность проведения 4 циклов капокс, затем хирургическое лечение и адювантная терапия на основе капокса. Далее 4 цикла химиотерапии, опять-таки химия-лучевая терапия и выживаемость. Эти результаты еще не опубликованы. Но вот исследование, о котором вчера говорил профессор правосудов. После проведения стандартной адювантной лучевой терапии мы должны выжидать от 4 до 12 недель. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность достижения полного ответа. Так вот, чтобы не ждать вот эти вот 12 недель, за это время планируется провести 6 неадювантных циклов химиотерапии по схеме кселокс и оценить, как эта тактика дает ли преимущественно преимущество по сравнению с одновременным проведением лучевой терапии в комбинации с капицитабином или нет. Есть ли какие-то преимущества, когда мы заполняем вот этот период ожидания неадювантной химиотерапии. Тем самым, обратите внимание, что весь акцент сейчас уделяется неадювантному лекарственному лечению как важнейшему маркеру увеличению показателей выживаемости больных раком прямой кишки. Но может ли химиотерапия помочь хирургу в лечении рака прямой кишки с синхронными отдаленными метастазами? Нам приходят больные, у которых есть единичные локальные метастазы либо в печеночной ткани либо в легочной ткани. Как быть такой категорией больных? Очень важно, хотя меня просили не говорить о таргетной терапии, но я буквально мазком упомяну, что все больные метастатическим колоректальным раком должны обязательно проходить молекулярное генетическое тестирование на красмутацию, потому что именно эта мутация наиболее часто встречается у больных как колоректальным раком, так и раком прямой кишки. И обратите внимание на результаты исследования, оно было опубликовано достаточно давно, что все больные, которые получали хирургическое лечение как по поводу единичных, так и множественных метастазов, у них показатели пятилетней выживаемости значительно выше, то есть проведение циторедуктивных операций у больных с четвертой стадии позволяет в ряде случаев излечивать, то есть более 50% переживают пятилетний рубеж. Еще очень интересное исследование, дизайн исследования, который был представлен в 2014 году. Здесь было показано, как влияет на показатели выживаемости соответственно проведенное циторедуктивное лечение. И было показано, что те больные, объем хирургического лечения, который был выполнен в рамках R0 резекция, у этих больных было достаточно выше показателей как общей, так и без рецидивной выживаемости. Но еще в этом же, в рамках этого исследования было показано, что выживаемость без прогрессирования после резекции R0 снижается с увеличением числа отдаленных метастазов в органе. Чем больше мы пытаемся метастазов удалить у больного, чем больше этих метастазов, тем хуже показатели безрецидивной выживаемости. И вот именно для таких больных крайне важна проведение именно предоперационной химиотерапии, которая позволяет уменьшить количество метастазов и более плодотворно выполнить весь запланированный объем хирургического вмешательства. Всем хорошо известно, что метастазы, синхронные метастазы, которые одновременно диагностируются с основным процессом в кишке, разделяются на резиктабельные, их всего не более 10, потенциально резиктабельные, соответственно, это 20% больных, и нерезиктабельные, практически большая половина пациентов. Кто подлежит хирургическому лечению, безусловно, это рассматривается на консилиуме с включением как химиотерапевта, так хирурга, так и врача-радиолога. Безусловно, мы помним и о роли патолога в данной цепочке. И к потенциально резиктабельным пациентам, то есть тех пациентам, которые с помощью химиотерапии можно достичь достаточно высоких результатов, относятся метастазы, которые относительно хорошо расположены по отношению к сосудам. таргетной терапии бивоцизумабом. Это анти-ВГФР-терапия, которая, как вы хорошо знаете, применяется при наличии у пациента мутации КРАС. И было показано, что при данной комбинация химиотерапии с таргетным препаратом увеличивает как объем хирургического лечения в пределах здоровых тканей, так и частоту общего ответа. И позволяет в ряде случаев достигнуть полного патомрофологического ответа в послеоперационном материале, в самой опухоли. Что значимо в дальнейшем отразиться на показателях как общей, так и безрецидивной выживаемости. Единственное, что нужно помнить, когда мы используем комбинацию таргетной терапии с химиотерапией, особенно если это касается бивоцузумабом, то существует некоторая угроза кровотечения и плохого заживления ран вследствие лечения бивоцузумабом, что следует прекратить лечение за 3-4 недели до и начинать не менее чем через 4 недели после обширного хирургического вмешательства. Опять-таки алгоритм лечения больных раком прямой кишки 4 стадии с резиктабельными синхронными метастазами. Я не стала его специально адаптировать на русский язык, поскольку это совершенно новые рекомендации и в них также введена новая опция, которая экстраполируется из местно распространенного рака молочной железы. Опять-таки посмотрите, рассматривается возможность четырех циклов химиотерапии, двухкомпонентной химиотерапии, затем комбинация лучевой терапии с капицитабином в дни проведения лучевой терапии, это где-то обычно по 500 мг два раза в день, с дальнейшей резекцией метастазов и первичного чага, вот здесь прерогатива хирурга, как он определяется, одновременно будет это проводиться или же в каком-то временном интервале. И затем опять-таки условно говоря адювантно проводится еще четыре курса химиотерапии по аналогичной схеме. Все намного сложнее, когда присутствует так называемый висцеральный криз, когда присутствует выраженная симптоматика, значимо ухудшающая качество жизни больных. Вот тут тот объем вмешательства определяется прежде всего состоянием больного и может быть опции его могут быть различны как от наложения стента, так и проведение комбинированного химио-лучевого лечения. Таким образом, безусловно, химиотерапия помогает хирургу в лечении рака прямой кишки. Прежде всего увеличивает общую и безрецидивную выживаемость в результате проведения адювантной химиотерапии. Переводит нерезиктабельные метастазы в резиктабельные, что также позволяет увеличивать показатели как общей и безрецидивной выживаемости. Более 50 больных с 4 стадии переживает 5-летний порог. В этом году просто, я бы сказала, триумф праздника оксалеплатина, поскольку предпочтительными химиотрепевтическими режимами признаны двухкомпонентные режимы на основе оксалеплатина. И вот эта комбинация, о которой я много сегодня говорила, является новой опцией в лечении местно распространенного рака прямой кишки. Но зачем же будущее? Будущее, безусловно, за неодевантной, за интенсивной, тотальной неодевантной терапией рака прямой кишки. Когда на первом этапе планируется проведение химиотерапии, далее разрабатываются методики проведения лучевой терапии с более новыми, более мощными модификаторами лучевой терапии, далее проводится хирургическое лечение и будут рассматриваться новые таргетные препараты, которые могли бы значимо улучшить показатели выживаемости. Но все-таки полный патоморфологический ответ. Когда отсутствуют опухолевые клетки в полученном материале, это триумф или трагедия? Безусловно, для врачей это триумф. Или это трагедия для пациента, который может быть излечен, а в результате проведения хирургического лечения качество жизни может значимо ухудшиться. Так вот, какую тактику данной ситуации принять? Выжидать или оперировать, или думаю, что на этот вопрос нам ответит следующий докладчик. Благодарю вас за ваше внимание. Спасибо. Добавил субтитры